Здравствуйте. Буквально на днях стало известно, что действующий мэр ЧТ Анатолий Михалёв вновь решил побороться за кресло городоначальника. Видимо, искусству вовремя уходить наш дорогой Анатолий Дмитриевич не научился. Хотя примеров хоть отбавляй. Да возьмите бывшего губернатора края Равиля Гениатулина, которого даже не пустили на порог Кремля после отставки. Вышвырнули как собаку, которая отслужила своё и неважно как. Шансы Михалёва вновь стать главой столицы края вполне реальны. Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но уже сейчас понятно, что пока ещё действующий мэр симпатизирует вышестоящим властям. Вот и спикер Законодательного собрания Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что кроме как уважения к Михалёву ничего не испытывает. Всегда с большим уважением относилась и продолжая относиться к деятельности Анатолия Михалёва. Действительно человек, обеспечивший стабильность в разные годы существования Читы, в том числе в очень сложной 90-е и по сей день. Ну а его желание баллотироваться в качестве депутата Гордумы – это значит предвидение своих сил и возможностей. Лично мне кажется выдвижение Михалёва очередным плохо спланированным фарсом городских и краевых властей для того, чтобы обеспечить нашему мэру достойное времяпрепровождения на пенсии. С новой для Читы формой муниципального управления осуществлять непосредственное руководство городом, хозяйством, распределять финансы будет некий сити-менеджер, которого депутаты изберут по предложению губернатора. Глава же города будет выбран непосредственно депутатским корпусом из своих же рядов. Таким образом, должности мэра в Чите теперь не существует, а глава города будет этаким свадебным генералом, где на праздники выступить, где подарки вручить. При этом зарплата вполне достойная. На уровне нынешнего председателя Гордумы этак 70-90 тысяч рублей. Ну и чем не заслуженный отдых для Анатолия Дмитриевича.